Добрый день, телеканал Новороссия, подразделение легендарного Моторолы. Сегодня наш герой, очень молодой, боец подразделения Шарнир. Шарнир, расскажи, пожалуйста, ты был один из первых бойцов, который перешел со стороны украинской армии на сторону ополчения. Скажи, пожалуйста, что тебя подвигло на этот поступок? Подвигло то, что я пообщался с ополчением. У нас был приказ ехать в Краматорск на антитеррор. По приказу там террористы расстреливать мирных. Мы приехали, оказалось, так все наоборот. Мирные были довольны, никого никто не убивал, и просто народ восстал. Нас, грубо говоря, обманули, кинули к нам мясо. Потом пришла самооборона, мы пообщались, узнали всю правду, как что происходило. Кто захотел, тот перешел на сторону ополчения. Потому что я давал присягу народу, а не власти. Вот я остался с народом. Я ничего не нарушил. Так что я остался при своем же оружии, ну с народом остался. Сколько из вас тогда перешло? Точно сказать не могу, примерно человек, может, 10. Точной информации я не помню. Это было давно очень. Ты перешел из знаменитой украинской 25-й дивизии на сторону ополчения. Скажи, пожалуйста, чем она отличается, вот ситуация в украинской армии от ситуации у нас? Отличается она все в правде. Тут я больше вижу правды, что происходит. На той стороне, где я был украинским военным, мы не знали точно всей информации, мы не знали все правды, что происходит вообще в стране. Нас просто обманывали. Просто обманывали. И люди сейчас, даже на данный момент украинские военные не понимают всей ситуации. Они думают, что здесь русские наемники. Как ты считаешь, чем вот их обрабатывают, внушают? Это все... Вселенная война сейчас идет. Это все телевизоры, которые там внушают, что это террористы, русские наемники. Это все неправда. Тут стоят местные ополченцы, которые там вышли с работы, пошли, в ополчение записали, взяли в руки оружие и стоят на защите своей родины. Нет тут русских наемников. И все есть только добровольцы, которые перешли помогать нам. Потому что мы не можем справиться. Да, на стороне украинской армии очень много людей. Просто они могут нас в массу задавить. То есть все равно мы стоим за правду. Стоим на своем. Скажи, пожалуйста, за долгое время боев что тебе запомнилось больше всего? Какие моменты были? Какой город, поселок? Мы запомнили самый большой поселок Мюстинск. Это первый раз. И наш был бой, который был в поселке. Это были не полевые условия, когда нас просто украинские силовики обстрелали минометами, градами. Тут мы первый раз были на штурме. Это было очень интересно и очень трудно. Мы справились с задачей. Много впечатлений было интересного. Много нового научились, как правильно штурмовать. Навыки новые. А можешь вспомнить иррациональный случай? Случай, когда, как говорится, Бог ведет. Когда тебя спасло что-то? В аэропорту меня спас боец и матрос. Очень благодарен. Он меня прикрыл спиной. Все осколки полетели в него. Он меня прикрыл. Ни один осколок не влетел. И второй был случай. Это самое, когда граната взорвалась возле меня. Двоих-треих посекло осколками. Я остался целый. Получил такую сильную контузию. А так целый все осталось. Ты сейчас еще долечиваешься от контузий? Да, еще и лечусь. Усталось еще месяц пролечиться. Шармир как раз сейчас едет в аэропорт, несмотря на свою болезнь. Мы ему желаем успехов. Скажи еще, пожалуйста, еще один вопрос. Ты очень молодой человек. Тебе всего 21 год. Спереди вся жизнь. С чем ты дальше связываешься судьбу? Будешь ли ты все-таки в армии? Нет, я с армии уйду. Рано еще. Хочу пожить в мир спокойно. Я не в каком-то маленьком поселке. В лесу, тихонько, спокойно. С женой своей. Да, уже поженился. Мы не обмечались. Поздравляем тебя. Спасибо. Спасибо большое за интервью. Не за что. Спасибо.